Подростковая преступность в Неницком округе не хочет идти на спад. Уголовные дела в адрес несовершеннолетних правоохранительные органы заводить не перестали. Насколько тревожна ситуация и где выход? Пытались разобраться члены комиссии по делам несовершеннолетних. 74 несовершеннолетних состоят на учете в правоохранительных органах. При этом один условно осужден к лишению свободы, еще один условно досрочно освобожден. Присматривают правоохранители и за родителями. 11 семей не исполняет свои родительские обязанности должным образом. Список регулярно пополняется. С начала года под надзором полицейских оказалось 25 несовершеннолетних, а 17 с учета снято. При этом число уголовных дел против малолетних граждан неуклонно растет. У нас в этом году в отношении несовершеннолетних уже возбуждено 22 уголовных дела. В прошлом году их было 13. То есть вот этот факт, он немножко является негативным, поэтому нам нужно сосредоточить все усилия, чтобы снизить рост подростковой преступности. Рецепт спасения подростков от криминального будущего знает начальник управления труда и соцзащиты Сергей Сверидов. Правда, только в летнее время, но способ действенный. Сегодня мы имеем факт сокращения количества детей, которые трудоустраиваются несовершеннолетних, из-за увеличения стоимости работы. Соответственно, мы очень сильно сократили количество детей, которые были трудоустроены. В адрес администрации прозвучало предложение увеличить финансирование программы летнего трудоустройства подростков. Если не выйдет, установить лимит по времени работы, чтобы хотя бы по месяцу смогли потрудиться все желающие подростки. На работе гораздо меньше шансов влезть в авантюру, которая закончится уголовным делом. Однако такая мера является точечной, и для снижения подростковой преступности работа должна идти системно по многим направлениям. Дмитрий Щепанов, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова